Новый тренд дорожного ремонта в городе. Комплексный подход. Кроме обновления самой проезжей части, в работу берут и остановки общественного транспорта, и заездные карманы. К сожалению, не обходится без перекосов и перегибов. Если где-то что-то расширяется, значит, где-то что-то должно и сужаться. Так произошло здесь, на улице Октябрьская. Да, остановка стала комфортнее, шире и удобнее для пассажира электротранспорта. Но, с другой стороны, водители автомобилей лишились крайней левой полосы. Пусть не на всем протяжении улицы, всего порядка 30 метров занимает расширение остановки, но все-таки теперь здесь надо быть внимательнее и смотреть на знаки. Пиковое время для этого отрезка. Октябрьский вечерний час пик. Люди из центра стремятся как можно скорее прорваться в спальные районы Засвияжья. Четыре полосы магистральной улицы не роскошь, а необходимые условия движения без пробок. Но в некоторых местах задержаться придется. Водители, выбравшие для движения крайнюю левую полосу, вынуждены перестраиваться в районе трамвайных остановок, которые, в свою очередь, стали удобнее. Теперь вот хорошо стоять, а то проезжали машины, прям рисковали, машины прям на нас ехали. А сейчас вот это убрали, заграждение. Удобно расширили. Молодцы, спасибо. Асфальтирует, смотрит дороги, прям молодцы. Расширяет все, ремонтирует. На трамвайных остановках будут установлены новые удерживающие перильные ограждения, новые остановочные павильоны и будут установлены новые дорожные знаки. И сейчас вот проводятся работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки, чтобы не допущение каких-либо дорожных происшествий. Вторая точка реконструкции остановок на улице Октябрьская в районе Волгоспорт-арены. Здесь расширения не так критично сказались на дорожном движении, потому что если вы движетесь из центра в сторону засвияжья, то, как минимум, стоя на светофоре, можно увидеть, что дальше идет небольшое сужение. Если же движетесь в обратном направлении, в сторону центральной части Ульяновска, то здесь от крайней левой полосы отхватили, что называется, не так уж и много. Транспортное средство все равно полностью умещается в крайней левой полосе для того, чтобы сделать поворот налево. За несколько минут съемки на этом перекрестке отмечена не самая приятная тенденция. Полоса, предназначенная только для поворота налево, не всегда используется водителями по назначению. Многие откровенно нарушают, несмотря на то, что знаки, регламентирующие движение по полосам, здесь всем давно известны. А вот к новым знакам, установленным в местах сужения, водителям еще долго придется привыкать, нарушая ПДД и создавая аварийные ситуации. Продолжение следует...